Трагедия для всей страны. Вечером 22 марта в концертном зале Крокус Сити Холл произошел теракт. Группа террористов вошла в здание в Красногорске и начала беспорядочную стрельбу по людям. Из фойе нападавшие переместились в концертный зал и после атаки устроили поджог, а затем вскрылись. По тревоге были подняты силовые подразделения ряда регионов Российской Федерации и подозреваемых задержали. Продолжают лечение на сегодняшний день более 180 человек. Список погибших в ходе недели формировала МЧС. Если в понедельник и вторник в нем числились 133 человека, то по данным на пятницу 143. Это люди, что стали жертвами в ходе стрельбы, погибли в пожаре или в больнице от полученных ранений. 22 марта 2024 года в нашей стране навсегда войдет в историю, как один из самых страшных. Это стало крупнейшей трагедией со времен захвата заложников в Беслане. В 2004 году трагедия унесла жизни 334 человек. Задержаны сегодня не только исполнители, но и причастные к атаке. Следователи все еще разбираются в произошедшем. Владимир Путин объявлял 24 марта официальным днем траура в стране. Однако, конечно, одной датой все не ограничилось. Всю уходящую неделю в России, Югре и в Сургуте проходили различные мероприятия поддержки. Как почтили память погибших в теракте в нашем городе и регионе, смотрите в сюжете Марии Ливанян. Ворожаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. Жители города, молодежь, студенты вышли еще раз отдать память. Дань памяти тем, кто погиб. Сделали мы акцию свеча памяти. Выложили свечами символическую дату, которая, ну, наверное, как и Беслан, надолго останется в наших сердцах. Вы видите, сколько цветов здесь у нас находит, сколько игрушек. И, конечно, это не осталось в стороне от Сургутяна. И нам, мне лично, очень приятно жить в городе, в котором люди помнят, отзываются, реагируют. И дают дань уважения людям, которые погибли без вина. ПЕСНЯ Очень много людей желали высказать свою скорбь, показать то, что они переживают вместе с семьями погибших в Москве. И поэтому произошла вот такая акция, где жители города смогли выказать свои чувства, поставить свечку в память о погибших. Принимали участие в акции свеча памяти и приходили возлагать цветы к стихийному мемориалу целыми семьями. В школах во время весенних каникул прошли тематические классные часы. Повторить их еще раз педагогам предстоит и с начала четвертой четверти. Как отмечают учителя, скрывать от детей даже страшную правду – это не только почти невозможно в современном мире, но и неправильно. Смотреть на все это чудище, здесь даже слов подобрать-то невозможно. А сейчас ребята на каникулах, они с каникул придут. Но нужно вот, знаете, найти столько слов, нужно найти столько мужества лично в себе и показать примером, что мы Россия, мы россияне, мы одна семья. Это важно, во-первых, знаете, у нас есть тексты в учебниках, у нас есть воспитательное планирование, где мы непосредственно в течение всего года говорим о содружестве, о дружбе, о войне, о датах наших. Поэтому здесь утаивать не надо перед ребенком, несмотря какой бы возраст ни был. В ходе разговоров о важном, посвященных трагическим событиям, педагоги расскажут ребятам о тех героях, что спасали жизни во время теракта. Это правоохранители, сотрудники МЧС, персонал и посетители концертной площадки. Среди них восьмиклассник Артем Донсков. Мальчик после школы подрабатывал в гардеробе Крокус-сити-холла и был в здании в момент теракта. 14-летний молодой человек, несмотря на юный возраст, не растерялся и помогал эвакуировать людей из здания. Вместе с ним в гардеробе работали еще несколько ребят, большинству из которых не было и 18 лет. Все они помогали напуганным посетителям добраться до аварийного выхода. Мы решили все-таки взять все свои руки и организовать эвакуацию. Мы с коллегами вывели людей через аварийный выход. Возможно, кто-то из сотрудников из охраны его открыл. И мы повели в сторону Экспо, в сторону Вегаса, на безопасное расстояние от самого места трагедии. Подростков за проявленные героические качества наградили в Государственной Думе. Юноши, как отметили в Общественной Палате России и в парламенте, продемонстрировали настоящую сплоченность и готовность помогать в такой сложной ситуации. Большую работу сейчас делают следователи и спецслужбы. Задержаны сегодня не только исполнители, но и причастные к атаке. Силовикам еще предстоит полностью разобраться в произошедшем. Задача общественности же сейчас сплотиться. Сфокусироваться на том, что мы вместе. На том, чем и кому можно помочь в это тяжелое время. Та рознь, у которой есть заказчик, зачинщик всех этих процессов, он нацелен на то, чтобы именно по национальному признаку нас всех разторить, для того, чтобы каждая национальность начала чувствовать свою какую-то обособленность. И в этой связи, наверное, нужно нам всем понять одно, что у нас нет чужих в стране, понимаете? У нас все люди, все национальности, они все свои. Мы все единый организм. Даже если есть кто-то нездоровый в нашем обществе, это вопрос нашего общего извлечения. Поэтому, конечно, нужно держаться всем сообща, не реагировать на какие-либо провокации. Эта боль, она останется с нами, но все-таки мы сильная нация, мы сильная страна. Страна, которая особенно тем, что в ней проживают самые разные народы. И вот именно на нашей многонациональности хотят поиграть наши враги. Нет. Мы вот этому не поддаемся. Россия сильная и одна из сил России. То, что мы едины и мы будем вместе. Мы будем помнить. Мне кажется, порой, что солдаты с хаван непришедшие поля... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова